Возле Абаканского дворца молодежи многолюдно. Посмотреть на необычное представление стянулись сотни горожан. Тем более всю технику и обмундирование можно потрогать и примерить на себя. Здесь семь спецмашин, но настоящий фурор вызвала пена. Погода в этот день, кстати, не подвела на улице по летнему тепло, поэтому струи воды абаканцев неплохо взбодрили. Довольны и дети, и взрослые. Мне понравилось, как пена там льется, там вода. Нам рассказывали, интересно было. Безумно сложно. Вообще очень сложно, ответственно. И мы должны им прям быть благодарны за то, что они есть, потому что без них мы ничего не сможем сделать. Начнется пожар, а кто будет тушить? Это достаточно интересно, потому что можно поближе рассмотреть пожарные машины, можно по ним полазить, разные заведушки повертеть. Сами огнеборцы уверены, нужно почаще организовывать такие встречи, показывать, как действуют те, кто спасает жизни и как в этом помогает техника. К тому же это отличная тренировка для самих пожарных. Оттачиваются навыки и быстродействие. Популяризация профессии. Показываем ребятишкам и взрослым, что существует такая профессия пожарного. И для того, чтобы в дальнейшем люди приходили к нам работать и любили пожарную охрану. Все-таки пожарная охрана, в их функции входит спасение людей, рискуя своими жизнями. В свой юбилей борцы с огнем на боевом посту. После показательных выступлений они отправятся дальше спасать жизни и имущество людей. В телекомпании РТС присоединяется поздравление. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.